Очень интересное мероприятие, потому что мы говорим о том, где же у нас экзоскелет может применяться и каким пациентам он будет нужен. Мы привыкли думать о том, что в первую очередь это оборудование, это изобретение, это устройство необходимо спинальным пациентам для жизни, для того, чтобы быть полноценными членами общества, но по мере развития этого направления видно, что область применения гораздо шире, и мы сегодня обсуждаем использование экзоскелетов и у пациентов с перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, у ортопедических пациентов, у пациентов с рассеянным склерозом, то есть практически это устройство, которое может позволить нам улучшить реабилитационные перспективы и улучшить возможности жизни огромного количества пациентов. Отдельная тема это, конечно, социализация, это жизнь дома, это тренировки дома, возможности использования экзоскелета для, не то что подготовки человека, для перехода человека к нормальной жизни после тех проблем, после того заболевания, которые он перенес. И это крайне интересно. Ну, сегодня мы много говорили о том, как же управлять экзоскелетом, и, конечно, будущее это все-таки управление силой мысли. И мы надеемся, что в течение ближайших лет, несмотря на некий осторожный оптимизм наших разработчиков, исследователей, фундаментальных исследователей, красивого словосочетания и сочетания мозг-компьютер, но это уже реальность, и мы видим, что отдельные элементы этого уже используются. И, конечно, это следующий шаг в развитии вот этих направлений, но думаю, что это, наверное, вопрос нескольких лет, но ближайших лет. Поэтому сегодняшнее мероприятие, оно подводит некий итог под тем, что делалось предыдущие годы, под теми достижениями, которым можно гордиться, и все-таки открывает новые дороги, новые направления, и это очень интересно. А это как элемент реабилитации тоже. То есть мы сейчас находимся на таком очень интересном перепуте, то есть мы наконец научились в клинической практике, уже, собственно, в практике снимать потенциалы мозга, снимать сигналы, понимать, что человек хочет, и каким-то образом это оценивать, записывать, декодировать и передавать на другие устройства. То, что еще там 10-15 лет назад казалось таким несбыточным и фантастическим будущим. Поэтому я повторюсь то, о чем я говорил. Это огромная область применения. Это и ассистивное применение, это и реабилитация, это и, в принципе, устройство, которое для ряда пациентов будет необходимым компонентом нормальной жизни. Будущее реабилитации – это может быть еще и все-таки восстановление спинного мозга. То есть у нас много перспектив в будущем реабилитации. Сейчас же мы говорим только о ситуации, которая произошла, и мы вообще сегодня не говорим о том, о как поменять само состояние мозга. Неважно, мозга пораженного какими-то сосудистыми проблемами или посттравматические поражения, мы говорим о настоящем состоянии, но параллельно, конечно, мы думаем о том, что реабилитация – это и восстановление утраченной функции, собственно, путем восстановления самого мозга. Это остается нашей постоянной задачей для того, чтобы мы понимали, как работать. Это мозг, это периферические нервные пути, это и центры периферии. Здесь постоянное… Что-то выходит на первый план сегодня, потому что появляется какой-то новый подход или какой-то новый медикамент или какое-то новое изобретение. Потом мы понимаем, что все равно человек настолько сложный организм, что все равно это комплекс. И поэтому вот сейчас возможность использования тех технологий, о которых мы говорим сегодня, это тоже какой-то этап, но, естественно, это не замена всему. Это этап, который должен и будет развиваться, и который, в свою очередь, дает толчок развить других этапов. Потому что, да, мы умели снимать потенциал, но мы не очень… могли понять, куда этот снятый потенциал мы будем транслировать. Сейчас мы говорим, с одной стороны, да, это двигатель, но с другой стороны мы начинаем думать, а каким образом мы можем все-таки пытаться стимулировать паротичную мышцу, а каким образом мы можем пытаться… Вот тот образ движения, который есть в голове у пациента, и который мы уже можем понять, каким образом он может все-таки перейти в само движение. То есть вот это все и будет реабилитацией ближайших, ну, наверное, даже не десяти, а трех, пяти лет. Конечно, она возможна, она должна быть, и она развивается, и сейчас… Ну, на самом деле, все давно, и в России, и в мире поняли, что человек не может всю жизнь провести в больнице. Он должен быть в обществе, он должен жить, и он должен функционировать. Поэтому из больницы, из санатория, из реабилитационного центра должны перейти домой. И каким образом дома создать условия не просто для жизни, но и для восстановления – это тоже одна из задач, которая сейчас постоянно продвигается. Что-то делается в рамках ОМС, что-то делается в нашей стране в рамках… Вот сегодня обсуждали фонды социального страхования, социальной защиты, но как раз очень большие наши усилия направлены на то, чтобы понять, что человек будет дома делать, как ему помочь в его деятельности, как его подготовить к этой деятельности. И вот эти вот устройства-помощники, они будут с ним всегда, или все-таки это будут устройства временные, которые помогут ему восстановиться и уже жить без них. Ну, это, наверное, индивидуально для каждого больного будет подбираться некий свой режим. Но, конечно, мы должны увести человека из больницы. Все-таки восстановление утраченного участка мозга максимально полное. А уж дальше мы восстановим дальнейшие временно утраченные функции практически идеально. Добрый день, коллеги. Ну, про перспективы, наверное, мы сегодня весь день будем говорить. И на самом деле, если мы посмотрим программы нашей конференции, то мы увидим, что большинство докладов посвящено исследованию применения экзоскелетов у самых разных пациентов с различными поражениями, которые приводят к нарушению функций. И первая секция – это все-таки острое нарушение мозгового кровообращения. Это инсульты. И каким образом, собственно, экзоскелет может помочь нам в реабилитации этих пациентов. Здесь, ну, наверное, вводные эти части можно пропустить. Про них много говорится. Я думаю, что мы знаем уже достаточно много. А дальше все-таки преимущество – это все хорошо, но есть реальные практические сложности в применении экзоскелета, как у пациента, когда он начинает им пользоваться уже в домашних условиях, так и у пациента, когда мы начинаем пытаться применить экзоскелет для неких реабилитационных процедур. Здесь, на самом деле, нужно сказать, что замечательное выступление предыдущих коллег, и мы тоже активно работаем с теми же, в общем, фирмами, и без этих фундаментальных исследований, в принципе, ничего дальше двигаться не будет. Но когда эти исследования проводятся, приходят к практикам, и мы начинаем думать, а как же, собственно, сделать так, чтобы это исследование работало и чтобы оно было удобно. И здесь появляются производители, появляется экзоатлет, появился Арторент, который вместе предложили нам попробовать соединить систему подвеса и экзоскелет. Первоначальная идея была облегчить тренировку для спинального пациента и, в принципе, тренировка, чтобы потом он мог это использовать. Но мы пошли немножко дальше, и, используя наш опыт адаптации локомата к больным с последствиями НМК или ортопедическим пациентам, мы попробовали, как же будет работать эта связка у пациентов с нарушением мозгового кровообращения. И получилось, в общем, очень даже неплохо то, что мы видим. Ну, подвесы сейчас достаточно широко, к счастью, распространены. Они есть в реабилитационных центрах, в центрах соцзащиты, в центрах фонда социального страхования, в реабилитационных центрах, траверсные системы, системы динамической разгрузки. Динамическая, конечно, интереснее для нас, но она дороже. Траверсные проще для приобретения, хотя не столь интересны для тренировки. И в итоге получается, что, когда мы сочетаем эти технологии, то мы можем достаточно легко, ну, не хочу здесь нас, не хочу сказать, заменить локомат или прочие дорогостоящие технологии, не заменить, конечно, но, тем не менее, в принципе, мы получаем очень похожую опцию. Мы получаем безопасную контролируемую ходьбу, где мы задаем некую частоту шага и его глубину. Мы получаем вертикализацию пациента. И мы, если имеется достаточно интересная система подвесов или система рельсов, которые позволяют пациенту передвигаться в различных направлениях, мы получаем ту самую биологическую обратную связь, которая нам нужна для того, чтобы восстановить представление пациента о своих способностях. И здесь получается, что для постинсультных пациентов это крайне важно и крайне интересно. Достаточно легко, достаточно недорого и позволяет достаточно большое количество упражнений делать. Та же самая система. Мы же можем менять и интенсивность, и не только движение, мы можем менять вес. То есть мы можем не полностью вес давать. То есть, в принципе, вот эта вот разгрузка, она позволяет нам решать очень много задач. Мы еще не пробовали эту систему с ортопедическими пациентами. Хотя я думаю, что пациентам после эндопротезирования, особенно проблемным пациентам, которым трудно почему-то восстановить по разным причинам стереотип ходьбы, эта система тоже может быть интересна. Поэтому с нашей точки зрения сейчас вот эта вот попытка понять, где же мы можем применить технологии. Это ДЦП, это рассеянный склероз, это милопатия, это спинальные травмы, это острое нарушение мозгового кровообращения. Происходит накопление первичного материала, где мы понимаем, куда мы двигаемся дальше и что нам для этого нужно. И если уж говорить о наших мечтах, я не совсем соглашусь с предыдущим оратором, что мы не ждем того, что я подумал и я пошел. Мы как раз в общем перспективе-то и ждем этого. Но, наверное, это еще перспектива не сегодняшнего дня. Спасибо большое, коллеги.